Друзья, привет! В эфире Академия Гаруме. И сегодня в салоне концепты я буду готовить замечательное итальянское тосканское блюдо, которое называется папарделли ало баскальола. Название блюда говорит само за себя, потому что паста баскальола в переводе обозначает паста дровосека. Баска это лес. И во всех тосканских тротториях во время грибного сезона появляется это роскошное блюдо. Итак, друзья, давайте приступать к приготовлению. Прежде всего я разомну бланшированные помидоры, так как мне нужно томатное пюре. В оригинальном рецепте используется лук-шалот и чеснок, но можно использовать и белый лук, не критично. Конечно же идеальная паста будет со свежими белыми грибами, но сейчас зима, поэтому я использую грибы, которые собрал осенью и добавил немного покупных вешеных. Это блюдо является синонимом осени, когда свежие грибы заполняют рынки и их нужно обжарить на максимальном огне в течение 10-15 минут. Есть две версии пасты баскальола, белая и красная. Красная это классический вариант, означает, что делается с томатным соусом с возможным добавлением панчеты или колбасы, петрушки, оливок без косточек. Белый же вариант делается абсолютно без всех перечисленных высших ингредиентов. Готовить на острове, это вот такая конструкция, одно удовольствие, потому что ты можешь общаться с друзьями, они стоят к ним спиной и не понимая, они там уже бухают, а ты стоишь как идиот, так неинтересно, постоянно приходится отходить, так взял, чокнулся, налил, снова чокнулся, так же удобно. И вот такие кухонные островки вы абсолютно свободно можете заказать в салонах концепты. После того, как вино выпарилось и я добавил томатное пюре, самое время ставить закипать в воду для пасты, потому что соус с грибами будет готовиться не более 10 минут. Розмаринный шалфей настолько раскрывает за блюда новыми красками, что я настоятельно рекомендую их использовать. Петрушка же обязательный ингредиент красной версии пасты дровосека. В меню итальянских ресторанов можно встретить лазанью, пиццу и, конечно же, всевозможную пасту Алла Баскаёла. Пене, Таркельони, Фетучини, Папардели, Таркельони и т.д. и т.п. Нет никаких ограничений и тем более единого, как говорится, аутентичного рецепта, как, например, в случае со спагетти Алла Карбонара. В данном рецепте я не добавлял ни колбасу, ни панчетту, ни оливки, так как хочу чувствовать вкус лесных грибов. Ну а вы пробуйте приготовить и так, и так. Друзья, время презентации. Как обычно, я использую половник для того, чтобы накрутить вот так нашу пасту красиво и выложить ее на тарелку. Я добавлю совсем чуть-чуть пармезана, буквально одну щепотку и больше, по той же причине, чтобы сыр дополнил, а не перебил искомый аромат и вкус блюда. Папардели Алла Баскальола готова, и я ее буду пробовать. Ммм, ребятки! Сказать, что это вкусно, это значит ничего не сказать. С вами был Олег Баженов. Подписывайтесь на канал Академия Гурме, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. И не переключайтесь, потому что после паузы я обязательно расскажу о том блюде, которое я буду готовить в следующий раз. Увидимся! Самолет на Милан. Ребята, я так хочу в Милан. Там готовят самое классное ризотто, которое я буду готовить в следующий раз. Увидимся!